Больше четверти века учителя воскресных школ Екатеринбургской митрополии собираются в преддверии учебного года, чтобы обменяться опытом, определить общую стратегию и понять, чем этот учебный год отличается от предыдущих и какие задачи стоят перед ними. Последние 17 лет они собираются на форум, который носит название «Съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии». В нынешнем году он посвящен теме, утвержденной Священным Синодом, к 350-летию со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. Подробнее о работе съезда расскажет следующий сюжет. Слово Ольги Аверкивой. Ежегодно в работе съезда принимают участие священники, педагоги церковно-приходских школ, православных гимназий и вузов, катехизаторы, миссионеры и многие другие заинтересованные люди со всей Екатеринбургской митрополии. А начинается образовательный форум по уже сложившейся традиции с Божественной Литургии, которая состоялась в Иоанно-Притеченском кафедральном соборе. Возглавил богослужение епископ Нижне-Тагильский и Невьянский Феодосий. И здесь в небесе Божия вещь, и по сети виноград всей Божией насадим, деснинца Твоя. За Божественной Литургией в этот день читалась Евангелие о том, как фарисеи, желая уловить Господа в Слове, задавали Ему разные вопросы и пытались обличить Его. Но Господь всегда очень мудро отвечал им. Вот эта мудрость Христова, о которой повествует Священная Евангелие, она должна быть и у нас, братья и сестры, когда нас попрошают о вере, особенно когда пытаются нас неким образом уловить в Слове или как-то от наших ответов насудить в Церкви. Мы должны всегда молиться, чтобы Господь нас просветил. Как отметил ладыка Феодосий, законноучители особенно должны молиться, чтобы Господь дал им эту мудрость, чтобы они всегда вразумительно отвечали и наставляли детей в страхе и законе Божьем. После литургии в конференц-зале и апархиального управления началось пленарное заседание, открыл которое митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений. Сейчас мы просим нашу ладыку, высокопреосвященнейшего Евгения, митрополита Екатеринбургского и Верхотургского, благословить работу пленарного заседания, работу секций. Глава Екатеринбургской митрополии и Синодального отдела религиозного образования и катехизации обратился к участникам съезда по видеосвязи. Среди вопросов, которые рассмотрел владыка Евгений, были тема года, различные аспекты развития системы религиозного образования митрополии и деятельность воскресных школ. Для развития воскресных школ Владыка порекомендовал благочинным и настоятелям ежегодно направлять на обучение в учительскую семинарию или Центр подготовки церковных специалистов имени святителя Фадея Успенского хотя бы по одному человеку от каждого прихода. После слова владыки пленарное заседание продолжили доклады, посвященные основной теме нового учебного года. Год оказался для нас очень необычным, потому что тема, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, немножко для нас была неожиданной, но оказалась очень интересной и глубокой именно для Урала. Почему? Потому что во время правления императора Петра I как раз происходит христианизация Урала. В период правления Петра I земли Урала не просто осваивались, они освящались присутствием духовных людей, которые впоследствии были канонизированы. Это святые Иоанн Тобольский, Филофилий Щинский, Далмат Исецкий. Также на этот период пришлось прославление праведного Симеона Верхотурского. Жизнь и деятельность этих святых и будут изучаться на протяжении всего учебного года. Разные аспекты этой работы обсуждались на секциях съезда. А всем его участникам были представлены новые методические разработки. В этом году мы очень рады представить две новинки. Это рабочая тетрадь для дошкольников. Мы ее очень давно ждали. И еще одно издание, давно ожидаемое и особо для нас важное, это опыт работы всей Екатеринбургской епархии за четверть века, за 25 лет, с 1996 года. Это издание называется «Организация церковно-приходской воскрешной школы в помощь директору». Эта книга будет интересна и особенно важна для тех, кто занимается воспитанием детей на приходе – настоятелям, духовникам, директорам и каждому педагогу. Многие из них каждый год встречаются в рамках этого образовательного форума. Все это передача опыта объединяет, конечно же, всех в одном очень важном деле – как нам научить детей уметь любить Бога, уметь любить ближних. Это главная задача, которая стоит перед нами всеми. И, конечно же, драгоценнейший опыт должен передаваться вот таким образом – из рук в руки, из уста в уста. Я получаю новые знания, те, которых у меня еще нет. Чувство радости от пребывания здесь, в этом замечательном месте. Чувство братского плеча. Ну и я нахожусь среди единомысленников. Это очень хорошо и благостно, поддержка и опора в это время. Съезд – это всегда большое событие в жизни церковно-приходских школ Екатеринбургской митрополии. А для выпускников Центра подготовки церковных специалистов имени священномучеников Адио Успенского – это еще торжественное вручение дипломов. Совсем скоро и они пополнят ряды педагогов воскресных школ.